Право начать жизнь с чистого листа, легально работать и зарабатывать должно быть у каждого. В том числе у тех, кто оступился и попал в места лишения свободы. Так считает и 30-летний брещанин, имя которого по понятным причинам мы называть не будем. Доказание я сбывал в сезон номер 7, два месяца ареста. Ну, как поступил неправильно, как бы, ну, как неправильно, взял свой, ну, не свой телефон. Я его отдал, но все равно дело пошло, и меня дали ареста два месяца. Ну, суд так признал меня виновным. Особенно, как я был там, много кто все говорят, что, ну, берутся за голову и хотят выходить и вести другую жизнь. После освобождения мужчине в трехдневный срок сказали явиться в инспекцию по Ленинскому району, чтобы встать на профилактический учет. Здесь ему предоставили необходимую для дальнейшей адаптации и социализации информацию. После освобождения из мест лишения свободы и при постановке на учет, лицо информируется об учреждениях и организациях, оказывающих содействие в трудоустройстве, о мерах социальной поддержки, выясняется, в какой конкретной помощи он нуждается. В последующем лицо направляется, либо доставляется в зависимости от личности, в управление по труду, занятости и социальной защите, территориальный центр обслуживания населения при необходимости к врачу-наркологу. В течение срока учета, а это от 1 до 8 лет, под учет, не реже одного раза в квартал проверяется по месту жительства, проверяется его образ жизни, поведение, то, как он характеризуется родственниками и соседями. В случае, если лицо уволилось или не поступило на работу, повторно оказывается содействие в трудоустройстве. В данном случае мужчина хотел бы вернуться на прежнее место работы – деревообрабатывающее предприятие, где был станочником. Однако, на случай, если работодатель откажется взять его обратно, в отделе трудоустройства, управления по труду, занятости и социальной защиты ему предложили другие возможные варианты. Есть наниматели, которые с удовольствием берут от бывших наказаний и от бывающих наказаний. Есть кто-то, кто не так заинтересован. Но это часть нашей работы. Чтобы приняли на работу такого человека, всегда просим – дайте шанс. А там человек покажет себя. Мы трудоустраиваем граждан и в счет брони, и просто по направлениям. Например, на сегодняшний день в базе вакансий нашего управления 2700 вакансий, среди которых, конечно, найдется работа для каждого человека, который хочет работать. Есть такой еще интересный проект, когда мы компенсируем часть заработной платы нанимателям, которые принимают на работу гражданина, вернувшегося из мест лишения свободы. Такая комплексная работа многих служб и ведомств с бывшими осужденными дает свои плоды. Ведь если еще в 2018 году рецидивная преступность составляла 2773 случая, то в 2022 эта цифра меньше на семь сотен. В прошлом году помощь в трудоустройстве получили более 4800 лиц, имеющих судимость, что почти на 13% больше, чем годом ранее. За каждое из этих цифр – судьба человека, который стал на правильный путь. Насколько он будет успешным, зависит только от его желания.